100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 49. Как обычно, перед просмотром ставьте лайк и мы начинаем разбор. Левая часть представляет собой сумму показательных функций. А поведение показательной функции зависит от основания степени. То есть мы должны оценить синус одного радиана и косинус одного радиана. Для того, чтобы оценить синус и косинус одного радиана, нужно сначала вспомнить о том, что один радиан находится в пределах от 0 до π на 2. То есть этот угол находится в первой четверти. А синус и косинус угла в первой четверти больше нуля, но меньше единицы. Так и запишем. Синус одного радиана будет больше нуля, но меньше единицы. И косинус одного радиана будет также больше нуля, но меньше единицы. А если основание степени больше нуля, но меньше единицы, то показательная функция убывает. Таким образом, первая слагаемая представляет собой убывающую функцию. Вторая слагаемая также убывает. А это значит, что сумма двух убывающих функций будет убывающей функцией. Можно это записать. То есть наша функция f от x, которая представляет собой сумму двух показательных функций синус одного радиана в степени x плюс косинус одного радиана в степени x, мы пишем убывает. А значит, эта функция взаимно однозначна. А значит, не только каждому значению переменной x соответствует одно и только одно значение функции, но и каждому значению функции соответствует одно и только одно значение переменной x. То есть, если функция достигает какого-то значения, в данном случае единицы, то она достигает это значение в единственной точке. И вот эту единственную точку мы можем найти методом подбора. То есть вот можно было еще на рисунке показать. То есть функция у нас убывает и она достигает какого-то значения, например, единицы в единственной какой-то точке, например, х нулевого. И вот эту точку сейчас мы сможем найти методом подбора и в этом нам поможет основное тригонометрическое тождество. Помня о том, что синус в квадрате одного радиана плюс косинус в квадрате одного радиана равно единице, то отсюда следует, что х равен 2. То есть х равен 2. И это единственное решение. А это значит, что мы должны в ответ записать число 2. Пишем ответ число 2. Кому решение задачи понятно, ставьте еще один лайк и напишите какой-нибудь комментарий к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok